Касание. Пас от центрального нападающего. Удар прямо по центру, но давайте отметим, вызывая их из аренды. Ну или к игрокам, которые себя недореализовали до этого в команде. И здесь же возвращает... Это домашняя заготовка, которая пока повисла, но Зальцбург её прерывает. Удар поворотом накрыт. Он распоряжается мячом. Игра на коротке. Подача на Эрлинга Холланда. Но норвежцы на мяча играют между собой. Эмерсон и Давид Луис. Всё равно отбор следует. Сколько это был выкуп из аренды, то здесь не было никаких ограничений. Полочи теперь полноправно. Дальше на Пулешича. Тот убирает под левую ногу. Пытается ускориться. В установке Челси. Понятно, что немножко изменил схему. Кореец выходит под острым углом. Убирает под себя Эмерсона. Кепа включается. И они же добрались до полуфинала Лиги Европы по запрошенному сезоне. Как они там? Центр. Дальше ещё на Баркли. По снизам Абрахам. Интересная задумка. Это не тот Жоржинио, который играл Мурицо Сай. Хорошо Собус Лай и Венгер сыграл. А это Ульмер. Нам показывают в основном так плотно заполненные. Мест свободных на самом деле достаточно много. Такое ощущение, что отгородило себя от возможной передачи Давида Луиса. Грубовато, да. Махнул по ногам. Сначала Антонио Фонто, потом Мурицо Сари, видящий футбол. Ну абсолютно просто. И он англичанин. Третий вариант темно. Вот какой. Хорошо, но к чему он будет ближе к игре? Пока они играют все точно результативно. И Ковачич, и тот же Жоржинио. Сейчас Ковачич как раз в стиле Канте играл. Зума снова. Только не обозначаются точно и сроки возвращения. Средизапасный. Эмерсон. Передача на Педро. Скидка в центр. Не усну. Слишком мягкая передача. В ближайшем вряд ли Баркли мог даже ускорившись. Сейчас будет опасный выход. Это Пулешич под правый мяч. И как здорово из-под защиты. Да, уже не первый мяч для него. Но. Но здесь по центру оказался Пулешич. Очень прицельная. Посмотри какая работа. На этой короткой ловке. Так что с почином. А вот атака хозяйская. Стали мы забывать о том, что. Чтобы как-то сбить стол. Только теперь атака на левый фланг. Прострел. Нарезал борьбу. Хороший пас, кстати, получил. У него кружок сумасшедший. На дальнюю штангу. Кепа. Шикарная снова Пулешич. 3-0. 3-0. Феерия настоящая. После стандарта у своих ворот и диагональ от Ковачича. По моменту передачи еще на своей половине поля был Пулешич. Но про передачу, безусловно. Здесь австрийцы нас таким, конечно, не рады. Разобраться. Два человека у тебя висят. На спине еще вратарь перед тобой. Онгар Чича, центрального защитника. Снова Эмерсон. Здесь Жоржиня. Пас назад. И дальний удар Эмерсона. Удар Матео Ковачича. Играет с партнером. Хороший очень проход. Это Собо Кам помогает у своих ворот. Снова Собо Слай. И плотность создают синие набровки, действуя в отборе. И открывается он в штрафную. Удар. Станкович спасает свою команду. Шиковорота. И мяч. Сейчас превосходство лондонцы добились. Ну, конечно, счет здесь не первостепенное значение. Нет, Собо Слай бьет. И здорово бьет. Но Кепа. Мяч нырял. В ворот опуск Кепа. Он уже почувствовал, видимо, что мяч пойдет. Ужать такой опасности. Пулешич, кстати, потерял мяч у своих. Заход. Он помог в отборе, пытается обойти Зума. И это удается сделать. Такие авансы выдавал ему Жозе. И Ульмер подает на дальнюю штангу. Хорошая подача. Атаку соперников Челси. Вот здорово вернулся Жоржини. Иду. Собо Слай. Забегание Ульмера. Угловой удар. Правил. Ну, очевидно. Совершенно. Практически все. То есть тот, кто останется за пределами этой восьмерки, удар Абрахама. Про то, что они в прошлом матче играли. Снова левым флангом. И снова спешит на... Активно вперед. Закончить первый тайм. А в первом тайме на поле так и остался. И, кстати, очень хороший японский... Тоже Станкович поменял Кён. Вместо Ульмера вышел Менса на позицию левого. И с первого тайма. Подача и очень высокая Кён. После того, как он сезон отбегал во второй Бундеслиге за команду Хойшн Акугава. Передача партнеру. Гоу-пас на какое-то распоряжение Зальцбурга. Ну и первый тайм. Так решил американский тренер Зальцбурга. Подача с углового. Удох ворота. 1-3. Да, ну и, конечно, большая радость для болельщиков. Гоу ворота Челси. Висеть и выиграть верховую борьбу английской команды у Давида Луиза. Дело неплохое. И еще, заметь, что один у другого... Двухсторонка такая через Челси. Один у другого... Да, здорово, конечно. Выше выпрыгнул, чем Давид Луиз. Жером Онгене. И рвется к воротам. Между ног, между прочим, сейчас Акугава обыграл Давида Луиза. Если бы не подстраховка. Пенза. Падает Юнузович. Маунт Кристенсен, но уже после этой атаки. А почему бы не сократить отставание? Всего посмотреть на Мейсона Маунта. Честно говоря, воспитанника Челси. Тогом первого тайма было 60 на 40. Посмотрите, практически сравнялся уже Зальцбург. Я бы... ...игрок основы. Ну, это единственное, кто напрашивает. Ой-ой-ой! Какой гол! Сезон с его участием в первом тайме, когда вот он как будто на тренировке сыграл. И забивает. И тут же вот эту красоту... Человек владеет своим телом. Техника феноменальная. В прыжке. Это сейчас режиссеры... Режиссеры английские должны с роциальных матчей. Наверное, мы их сегодня от Фрэнка и увидим. Явно пришел не на сезон. Если брать идеалистическую картину, я думаю... Тренер Челси в эру Абрамовича, Фрэнк Лэнкер. Это был турбулентный сезон. Ушел на третьем месте плюс Лига Европы. Но падит плохо. Таки или иногда, в данном случае, не прыть, а просто зазевался человек. Отдает чуть назад Жоржиньо. Хорошая передача, но чуть-чуть не было. Похоже, что не было. И... Может быть опасно Юнузович Кепа! И Аскалюкуэта Букова... Причем с нерабочей правой ноги наносил он удар. Юнузович и классно во второй раз. Сегодняшний... Из ударов почти максимум. Во втором тайме один удар. И это сумасшедший был там юноша в штрафной Челси. Это седьмой номер Койта. Пока это товарищеский матч, понятное дело. Но пока они оказались готовы к любому... Не страшно работать с этим вызовом. Без трансфер. Ситуация сказала, что я 100 миллионов не могу потратить. Я к вам не пойду. Играет Ковачич. Первый на мяче. Партнер. Прострел. Все очень быстро. И крайний защитник добегает форму. Стандарт у ворот синих. Это Златко Юнузович. И хорошо он... Владимир Китаец. Помнишь? Ой-ой-ой. Он был отузван даже, по-моему, с того тура. Его домой отправил все-таки. Ой, две блокировки аж сделали из защиты. Челси. Вот подставится под мяч. Вот сейчас так и было. А потом добивание. И дальняя попытка пробить тоже, кстати... Ударил. Скорее всего, мимо щит. Ой, неприятно. Сан-Сун точно тут же включается в игру. Удар с рикошетом угловой. Мин на мину главное сдержать. Такое впечатление, судя по этому крупному кадру. Но до него мяч... Смотрю на маунта. Давайте эту атаку сначала досмотрим. Ближний угол не махает. Что вот результативность центрального полузащитника. Может быть, это такой человек в этом варианте. Удар еще одним поворотом и пенальти. Ставит пенальти. Мне кажется, вот за этот фолл по идее. Толкаешь спину Дзапа Коста. Без шанса. Шикарно исполняет. Хороший, я думаю, результат, устраивающий поклонник. Еще один удар. Нет, голу не будет похоже. Если только сейчас. Очень голодец. Да, действительно, казалось уже все. Шансов у него. Да, он поиздевался там еще. А вот когда ситуацию усложнил, тогда казалось... Койта выйдет из ситуации, но зато партнеры поддержали. Да, мне кажется...